Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской АЭС в студии Виталий Волков. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Презентации, которые проводятся ежегодно у нас с вами в городе, они, конечно же, пополняют знания учителей. Презентация экологического отчета. Труд врача, он связан с очень высокой ответственностью. Медико-санитарной части 135 Десногорска, 40 лет. За два года здесь подняли совместно с отрядами, с отрядом «За Родину» и наш отряд, подняли 46 бойцов. Тем, кто сражался «За Родину». На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В целом работа 25 энергоблоков, в ремонте 10 энергоблоков. Фактическая мощность на сегодня 21 715 мегаватт. Выработка за год к плану ФАС 102,6%. О техническом состоянии Смоленская АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе два энергоблока с нагрузкой 2083 мегаватта. Блок номер 3 с 31 мая находится в среднем ремонте с частичной заменой каналов и продлинем сроку эксплуатации. В 131 день ремонта до окончания ремонта 24 сутки осталось допуска блока 39 суток. Выработка электроэнергии за 8 дней октября составила 349 миллионов киловатт-часов. С начала года выработано 14,7 миллиарда киловатт-часов. Сверх плана 450 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Жители региона расположения Смоленской АЭС познакомились с отчетом атомной станции об экологической деятельности. Специалисты представили широкой общественности статистические данные, результаты лабораторных анализов и рассказали о комплексе природоохранных мероприятий. Презентации, которые проводятся ежегодно у нас с вами в городе, они, конечно же, пополняют знания учителей, всех присутствующих на этих презентациях, какими-то новыми сведениями. И, конечно, вот каждый раз мы замечаем, что все лучше и лучше у нас вот эта вот информационная база формируется. На Смоленской атомной электростанции внедрен комплексный подход, включающий полную подотчетность и открытость всех показателей природоохранной деятельности. Данные по экологии региона подтверждает и медицинская статистика. Как рассказала на презентации экологического отчета заместитель начальника МСЧ номер 135 Лидия Штаний, анализ свидетельствует о благополучной медико-демографической обстановке в Десногорске. Благоприятная экологическая обстановка подтверждается и результатами радиационного контроля окружающей среды. За все годы эксплуатации энергоблоков Смоленской АЭС уровень радиационного фона на промышленной площадке и регионе расположения АЭС не превышал нормативных требований. Медико-санитарной частью 135 ФМБА России исполнилось 40 лет. Поздравить сотрудников и ветеранов лечебного учреждения с юбилеем ЦСО «Нейтрино» пришли руководители Смоленской АЭС, представители администрации Десногорска, регионального департамента по здравоохранению и депутаты. В специальных 40-летию медсанчасти для коллектива был подготовлен фильм об истории становления старейшего в городе предприятия. В этот день от представителей станции, руководства города и духовенства прозвучали особые слова благодарности в адрес всех работников больницы. Мы вместе выполняем одну большую государственную задачу, которую ставит перед нами государство. Мы вырабатываем электрическую и тепловую энергию при безусловном выполнении требований безопасности. А вы создаете все условия, вы нас оберегаете, вы даете возможность нашему персоналу приходить и выполнять поставленную задачу здоровыми, сильными и красивыми. За это вам большое-большое спасибо. Город Десногорска всегда был в лидерах. В лидерах по демографической ситуации, в лидерах порождаемости, с самым низким коэффициентом смертности. И это огромное заслуга, прежде всего, вашего коллектива. Епископ Росховский и Десногорский милетий наградил начальника медсанчасти Алексея Азаренкова нагрудным знаком святого благоверного великого князя Ростислава Третьей степени. Самую престижную награду «Отличник здравоохранения» получили заведующие акушерским отделением Елена Швецова, стоматолог Валерий Сысоев и старшая медсестра Надежда Курзенкова. Труд врача, он связан с очень высокой ответственностью. Вот если взять акушера-гинеколога, мы ответственны за жизнь двоих – за женщину и за ребенка. И когда получается что-то не так, это очень тяжелый моральный удар. Юбилей медучреждения – большое событие и праздник для тех, кто посвятил свою жизнь самой важной и гуманной профессии на Земле. Проявляя терпение, отдавая знания и частичку души, врачи помогают своим пациентам победить недуги и сохранить здоровье. Мы всегда были рядом со станцией, всегда были рядом с городом и всегда считали нас, мы себя, город и станция, единой семьей. Мне очень было приятно, когда в департаменте и в агентстве нам говорили, что ваше лечебное учреждение – одно из самых лучших. А это благодаря вам. Как сказал Гиппократ, медицина поистине есть самая благородная из всех искусств. И спустя тысячелетия эта фраза до сих пор актуальна. В сентябре благодаря усилиям работников Смоленской АЭС, ООО «Смоленская АЭС-Сервис», «Смоленская Энергоремонта» изготовлены и установлены в Ростовском и Холм-Жирковском районах памятники героям погибших в кровопролитных боях за свободу нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. 22 сентября на поле памяти в Холм-Жирковском торжественно открыт памятник солдатам и офицерам 166-й стрелковой дивизии, ставшей в 1941 году участницей Смоленского сражения и практически полностью погибшей в этих местах. Патриотический проект, воплощенный в жизнь в кратчайшие сроки, был инициирован Ассоциацией выпускников Томского политехнического института на Смоленской АЭС к 75-летию освобождения Смоленщины и 35-летию мемориального комплекса воинам-сибирикам и партизанам Ваденского края. Эскиз памятника по фотографиям сделал руководитель группы управления информации Сергей Прокошкин. К подготовке чертежей подключились специалисты конструкторско-технологического отдела Семен Сорокин и Алексей Гавриленко. Организационные вопросы помог решить начальник цеха обеспечивающих систем Михаил Дурманов. Героем обороны 15 сентября в районе бывшей деревни Старая Сушня в двух километрах от дороги Якимовича Ивановская боец поискового отряда «Высота», водитель ООО «Смоленская АЭС-сервис» Олег Леонтьев установил памятный знак. Он посвящен павшим здесь бойцам 104-й танковой дивизии и 53-й стрелковой дивизии. Мы за два года здесь подняли совместно с отрядами, с отрядом «За Родину» и наш отряд, подняли 46 бойцов. 46 бойцов здесь. Два из них вот нашли по медальонам. Эти солдаты были из города Жацка, сейчас Гагарин. Вот, нашли их родственников. Гранитную плиту с табличкой, на которой выбиты фамилии установленных солдат и надпись «Вечная память бойцам, павшим при обороне деревни Старая Сушня», было решено установить рядом со старой сосной, которая помнит времена Великой Отечественной войны. Гранитная плита огорожена металлическими столбами с цепями. При проведении поисковых экспедиций было обнаружено останки двух солдат, при которых находились читаемые медальоны. С помощью этих медальонов удалось установить личности. Их это Волков Роман Степанович и Сельденков Иван Федорович. Это как бы уроженцы нашей области, призвались они с Гачинского, Гжатского района, Смоленской области. Так вместе в одной траншеи они лежали. На месте гибели танкиста 30 августа 1941 года в районе деревни Дровенёва погиб командир танка лейтенант Куповых Леонид Яковлевич, призванный в 1938 году Воронежским военкоматом в рабоче-крестьянскую Красную армию. Шефство над местом, где отдал свою жизнь во имя будущего герой Великой Отечественной войны, взял коллектив ООО «Смоленская АЭС-сервис». Разрушенный временем памятник сменил новый обелиск, изготовленный умельцами компании. Благоустроили территорию вокруг, выложили плиткой, установили ограждения, столик и лавочки. Торжественное открытие монумента состоялось 25 сентября, в день освобождения Смоленщины. На памятный митинг в Саркаренском сельском поселении собрались жители, представители власти, духовенства, а также организации и предприятий Десногорска. Благодаря нашим дедам, прадедам, нашим человеческим качествам, нашей воле, благодаря этому великому подвигу, который совершили наши земляки, мы свою землю отстояли. Уважаемые десногорцы и гости города, приглашаем вас принять участие в мероприятии, которое состоится в нашем городе на этой неделе. 13 октября на водохранилище пройдет открытое первенство Смоленской АЭС по гребле на лодках «Дракон», посвященное Дню освобождения Смоленщины. В состязаниях за лидерство на дистанциях 1000, 2500 метров будут бороться более 200 спортсменов. Заявки на участие в соревнованиях подали 15 команд, 9 мужских и 6 женских из Десногорска, Твери, Москвы и Московской области. Торжественное открытие соревнований в 10 часов утра. Стоянка плавсред Смоленской АЭС. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин